Всем шалом! Мы попробуем с вами восстановить хронологию событий жизни Авраама, нашего праотца, вкратце, а также приведем малоизвестные факты о известных людях и событиях. Бетуэль, сын Нахора, то есть брат Авраама и Милки, сестры Сары, был отцом Ривки, будущей жены Ицхака. Выходит, что она была двоюродной племянницей Ицхака со стороны отца и двоюродной сестрой со стороны матери. Элезер поклялся Аврааму в том, что найдет жену для Ицхака. Он поклялся ему на знаке обрезания Авраама, так как это был единственный знак союза с Богом. Элезер втайне надеялся выдать замуж за Ицхака одну из своих дочерей, которые родились и выросли в доме Авраама. И когда господин заклял его искать сыну-жену в Харане, это его, мягко говоря, удивило. Но нужно отдать ему должное. Он, несмотря на это, блестяще выполнил свой долг перед своим господином. Когда Элезер пришел к Бетуэлю, брат Ривка пытался отравить гостей и завладеть Коголымом за сестру. Вместо этого отравился Бетуэль. Бетуэля так звали, потому что он был властителем в Харане и впервые в истории ввел право первой брачной ночи у себя в городе. Ривкин на момент встречи с Элезером, по одному мнению, было 3 года и 3 месяца, по другому мнению, 7 лет, по третьему мнению, 10 лет, а по еще одному мнению, целых 14. Вся дорога в Харан и обратно заняла у Элезера меньше одного светового дня. Хотя по навигатору пешком это путь 17 дней в одну сторону. Это было сделано для того, чтобы Элезер не сотворил чего с девушкой по пути. Видно, такие мысли могли быть у него в голове. Не зная о планах отца, Ицхак решил пойти к Агарь и позвать ее вернуться к Аврааму. Он надеялся, что это сможет скрасить отцу тяжелую утрату его мамы Сары. Он ушел из Решивы Шамеевера и по дороге встретил Элезер и Ривку. Ривка очень застеснялась, когда увидела Ицхака и, попытавшись закрыть лицо платком, потеряла равновесие, упала сверхблюда. В этом падении у нее повредилась девственность, что стало впоследствии предметом крупных разбирательств. Только лишь факты чудесных событий и путешествия Элезера убедили в том, что раб тут вообще ни при чем. После выяснения всех обстоятельств и оправдания Элезера Авраам в благодарность за верную службу освободил раба и написал ему вольную. За все заслуги Элезера перед семьей Авраама он стал царем после всего этого. По тому мнению, что это был допотопный ок, он стал царем Башана и потом уже погиб от посоха Муше во время исхода евреев из Египта. По тому мнению, что он сын Немрода и наместник в Дамаске, то получается, что он вернулся и сел на трон в Дамаске, основав там целую династию. Правил там еще долго и праведно, и за свою праведность, по этому мнению, удостоился живым подняться в рай. По другому мнению, душа Элезера потом реинкарнировалась в Йосефа, а после в Калява Бен-Ифуне. В 2088 году, на 140 году Авраама, Авраам женился еще раз на женщине по имени Ктура. Она была из местных наонейки, родила ему целых шесть сыновей. Зимран, Икшан, Мадан, Медьян, Ежбак и Шуах. Таким образом, по этому мнению, у Авраама было три жены, Сара, Агарь и Ктура, и восемь сыновей, Ишмаэль, Исхак и шесть сыновей Ктуры. По другому мнению, Ктура это та же самая Агарь, которую вернул Исхак к отцу, и она была матерью всех этих последних шести сыновей. Ктура ее, кстати, называют за то, что она после расставания с мужем не искала себе другого супруга, втайне надеясь вернуться к Аврааму, и хранила ему верность на протяжении 38 лет. Хотя не была обязана это делать, но мы видим, что ее ожидание было оправдано. Сыновьям Ктури Авраам дал все богатства, которые остались от подарков фараона Эфимелыха, и отправил их на восток, в страну восточную, а сесть на восточной горе, где именно не уточняется. Есть мнение, что он им также дал секреты колдовства, и названия имен нечистой силы, а также мистические практики. Он сделал это, чтобы люди перестали призывать божеств и портить имена ангелов, а стали изучать это как науку, без религиозного подтекста. Некоторые из его детей основали школы магов и колдунов там, на востоке, и оттуда эти знания разошлись по всему миру. Часть из них не ушли далеко и основали свои государства ближе к Святой Земле, такие как Медьян, например. Таким образом сбылось обещание Бога, станешь праотцом для множества народов. Некоторые эти народы продолжали соблюдать заповеди и многие изучения Авраама еще долгие годы, включая обрезание, как, например, это делают до сих пор потомки Ишмаэля. По некоторым мнениям, у него была еще дочь по имени Баколь. Ее судьба неизвестна. В 2108 году на 60-й год жизни Исхака и на 160-й год жизни Авраама родились Исаф и Яков. А Исхака с Ривкой не было детей на протяжении 20 лет. Выходит, что Ривка родила либо в 23, либо в 27, либо в 30, либо в 34 года. Авраам был, кстати, первым стариком в мире. По некоторым мнениям, до него люди не старели. Это появилось для того, чтобы люди отличали старшее поколение и младшее. Иначе Исхак и Авраам были похожи, как братья и близнецы. На 175-м году Авраам покидает этот мир в начале месяца Тывет в 2123 году от сотворения мира. Он мог прожить и больше, но Бог решил забрать его раньше, чем тот узнает о том, что его внук Исаф стал негодяем. Это был тот самый день, когда Исаф убил Немрода и забрал чудесную одежду. В этот день ему и его брату Яакову было по 15 лет. В тот же день Исаф побывал в Гареме царя, убил еще нескольких правителей, которые были в свете Немрода. А Яаков варил чечевичную похлебку для отца по случаю кончины дедушки. То, что Исаф потребовал, именно это блюдо скорби, и натолкнуло Яакова на мысль о покупке переворотства, так как он выполнял роль старшего брата. А тому старшему брату было на все это плевать. На похороны Авраама приехали все его дети и множество учеников, все правители Кнана и Харана и многие простые жители этих земель. После смерти Авраама наступила засуха и очень сильный голод. Именно поэтому Исхак тоже собрался в Египет, но остался в Грааре и преуспел там, в земледелии. Все это произошло по велению и обещанию Творца. Именно поэтому из-за этой засухи у него были сложности с флистимлянами на тему колодцев, которые когда-то основал Авраам. Авраам умер в доброй старости, в окружении родных и близких, как ему обещал это Бог. Он был первым, кто пытался вернуть монотеизм в умы людей. Он также был автором нескольких псалмов из Таилии. Некоторые причисляют к его заслугам также и изобретение фонетического алфавита и письменности в принципе. Вот такие интересные, больше чем 150 фактов, мы сегодня с вами прошли о нашем прадце Аврааме. Аврааме. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦАЯНСЯ.